МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новинный регион. Студия Лены Милешенко. Витаю вас с сегодняю выпуску. Больше за 300 уделиков и тыдневая насыщенная программа. А у першыню на Могилешене распачался фестиваль Союзной Державы по творчости инвалидов. Два у адным, калі і смачна, і карысна. У Могилеві створыли ласунки для малых знапамінам про техніку бяспеки. Ті будзе дзе пакатацца гэтай зимой на коньках. Усе падрабязнасті у выпуску. Мушына, якого затрымалі зарабаўніцтву банка на вулице Каліновскага, у Могилеві пакульне дае показанню. Звязана гэта з законом. Рабаўні, катормаў кулявай раненні, пакуль знаходзіцца на лячэні. Са слэшімі ён размауляў, але пакуль без протоколу. Што дарабаўнікаў банка, то ауторак ўстанова не працывала па технічных прычынах. Усі радуў весь каліктыў вышел на работу. Нагадаем, 20 лістападу ў адзяленні банка па вулице Каліновскага ў Могилеві зайшоў мушына ў масцы. Йон пагражаў пісталетам і патрабаваў аддаць яму ўсі грошы. Супрацовнікаў банка і кліэнтаў мушына ўзял ў заложынікі, апотэм патрабаваў аутамабіль і махчымасць з'ехаць з горада без пирашкот. У інтернет трапіла відея пагоні і затрымання злачынцы. На відея бачна, што рабаўнік кінуўся на ўцёкі, аднак яго затрымалі. Зараз слідчаў вилучаюць абставіны справы, відеаматаріали, призначаюць експіртизы. Горкі, Клічу і Клімович, іменаўтаў гэтых райцентрах будуюцца больш аренднага жыля. Напрыклад, для патрыб горок, дзе знаходіца адна з буйных венеў у Беларусі, сё літа плануюць здаць 22 арендне акватары. Безумовна лідар па узвядзіні такого жыля ў в області город Могилёў і Могилёўскі район. Тут узвядуць па 40 кватар. У вогулі па в області гадавы плана маль 200 арендных кватар. Зараз уведзіны 168. Будаўніства аренднава жыля пачалося ў 2013 годі. У Могилёві першы дом был па уліце Алтайской. Тады пад гэтый патрыба аддавалі цэлые дамы. Цяпер практика вылучаць некалькі кватар ў новых дамах. Інформаціў пра свабодные квадратные метры, які можна арендаваць ў дзержавы, прадастаўляюць на сайтах Гар Райвы Канкамаў. Пасля размяшэня аб'явы на працягу 15 дзён прэтэндэнты павіны звернуцца ў службу адно акно. Як правіла, на адну кватару ў градах прэтэндуць некалькі сім'ў. Дарэшы наибольшым папытам карыстаўцца адна пакайоўкі. Боўш за 30 чалавік прайшлі ў Могилёвску обласнуя станцію пералівані крыві ў першы дзін акціў па безплатныя здача крыві. У регіоні на працягу трох дзён ўсі можуўд далучыцца і стаць донарамі безплатна. Акція традиційнае, неабходны запас крыві і яе компанента ў імкнуцца папаўніцца з дапамогыў дабрачынных донараў. Так, з пачатку года па в області праведзіна больш за 4 тыс. дэнацый. І пэвны донар можа здаваць кроў не адзін раз. Гэта 2 тыс. літра ў чверць ад усіх нарыхтовак крыві. У Беларусі пачалі адраджаць бязвыплатнае донарства, якое з'явілася пачас вяліка адчынной. І Могилёвшына пастоянны ўдзельнік падобных акцій. Пасловых медыков, сярод безплатных ёсць шмат і кадровых донараў, і шмат навічков, прычын молодых. Самая редкая група крыві чат свёртае за адмовным резус-факторам. Дарэч, ўрачы гаворыць, што донары менш хварэюць, бо па час забора крыві стымулююцца імунітэт. На Могилёвшыне распачаўся фестываль Саюзны Дзержавы па творчысті інвалідаў. Такі творчы форум ладзіцца ў Могилёву першыню, а гэта больж за 300 ўдзельнікав. І тыднёвая насычанная праграма. Завіталі на фестываль творчый делігацы з усіх області Беларусі, города Мінска, а таксама шасті рэгіону Расіі. У першы дзень фэсту запланована урачыста церемонія арт-масты Сяброўства. На базі Могилёвска областного метадычного центра народной творчысті і культурно-асвітницкой работы таксамы распачне сваю работы выстава декоративно-прикладного мастацтва. Запланованы вечер Сяброўства делігацы. Фестываль Саюзны Дзержавы протягнется до 26 листапада. Основный пляцокай мероприемству обрана концертная зала Могилёв. Плануецца, што свае умені конкурсанты прадставець ў 11 номінація. Прыём грамадзян па прававых пытаннях плануюць правесці правсаюзныя юрыста Могилёвскай в області 30 листапада. О гэта дзень кожны зможы атрымаць консультаційную допамогу. Прычы – бесплатна. Калі ў вас ўсніклі праблемы, звязаная з абароны працовных ці соціяльно-экономічных праваў інтаресаў, то 30 листапада вы зможыцца атрымаць адказы на свае пытанні. Прыём будзе ладзіцца ў кожным районі в області. Графік і месца прыёмаў можна дадаткова даведацца ўжо с 27 па 29 листапада. У Могилёвскім областным аб'яднанні правсаюзав. Ті па нумары телефона у Могилёве – 25-36-52. Падобныя консультаціў правсаюзныя юрысты правоззець што месяц. За гэтый час до спеціалістаў звернуліся некалькі сотін чалавек. У основным людзі просяць да помагчы ў пытаннях па завершэнні працовных зносінаў, па выплаті заробку, па пенсійным забезпячэнні, а таксама па пытаннях жылёвага законодавства. Прыцягнуць увагу батьковы малых даведанні правил ўбязпекі вырышылі Могилёвскі авытворцы разым з варатавальніками. Выніком сумесны працы стали ласункі для малых з напамінам пра техніку бязпекі. Наколькі аказалася карыстная такая прадукція, выказаліся з пажылцы. Зайз, Бабёр, Птушка і Вук – гэты герую з вядомага мультсіраялу «Чароная кніга Міністэрства па надзвычайных сітуаціях» дзеці добра ведаюць. Тому гэтых персанажаў вырышылі размястіць на новой прадукцій Могилёвскага прадпраемства. Ласункі з натуральным складам і кратывным дызайном Олега Луны навучыць дзятей правилам бязпекі. «Если біда, звони 112». «Если не знати правила безопасності, можна погибнуть». «Как ты думаешь, а не пригодяться вот эти вот правила тебе в жизни?» «Конечно пригодяться, потому что при любой чрезвычайной ситуации ты будеш знати, что делать, а не теряться. И можеш спасти жизнь другим людям, і себе тоже». «А дети что любят? Они ж купили, развернули, посмотрели, что там интересное нарисовано, написано. И дальше идёт, смотрят мультфильмы. Дальше у нас в проекте вместе с МЧС не только мультфильмы, а продвижение в соцсетях, и реклама наружной, и раскраски. И там много-много-много-много. И я надеюсь, что всё-таки совместными усилиями мы оградим наших детей от многих опасностей, которые существуют и на улице, и везде». «Ведомо гирючан по правилах бязпеки супрацівники Министерства по надзвычайних ситуациях проверяли у часі акції, и за правильные отказы узнагарожували ласунками». «Это даже необходимо проводить, чтобы детки с раннего возраста знали номера, знали самое необходимое, то, что нужно в этом возрасте». «Мы должны любые средства применять в этой работе. Напоминать, говорить, подсказывать. Это одно из моментов безопасности жизнедеятельности наших детей». 112.1 – номер службы ротования в Европе. Его размещение на ласунках мая на увазе зарабить продукцию импорта замещальной, и парты и творожных ласунков уже могут поспробовать у России. Кристина Кранкевич, Юрий Ауласов, Виталь Аляксейнка, Новина Региона. «Тут спеваешь шагол «Птушка года». Худка такие таблички з'явятся у Могилёвским засаде. В учебной лаборатории Агролесотехнічного колледжия Мярловского». На практичных занятках наученцы спробуются отшукать махчимое место гнездования черноголового шагла. Листоты на древах нема, это да поможет разглядеть гнездо шагла, спадяются выкладчики на вышенцы Могилёвского Агролесотехнічного колледжия. По словах биологов, и оно литерально изливается с колером древа, а сам шагол таки ж маленький, як синица циварабей. «Мы здесь видели щегла, самец очень броский такой по окраске, поэтому далеко заметен, хорошо виден. Но, к сожалению, гнездование, мест гнездования мы пока не обнаружили. Хотя сама территория, сам ландшафт очень подходит для гнездования этой птицы. Он предпочитает именно жить в таких местах, где есть растительность, лиственные породы, и недалеко располагаются населённые пункты, а также лесные массивы». У Беларуси запланованный выпуск монет и паштовых марок с выявой птушки хода. А на вышенцы колледжа, будущие биологи, работники лесной господарки, рыхтуют викторыны, конкурсы и не только. «В конце января мы проводим информационные часы, посвящённые году птицы. В 2018 году будет год щегла. В этом году мы проведили год жаворонка. Ходили по более младшим группам, рассказывали им про этих птиц, и также будем рассказывать про щегла». Специалисты свержают, «Щегол» вельми пригожа спевая. У засаде утримливают только декоративных хатних птушек. Але в наступном году плануют поселить у вольеры из щегла. Татьяна Сергеевича, Денис Бутылин, Новины региона. 46 лядовых пляцовок для катания на коньках плануют створить у сезона в областном центре. Больше из них будет працевать, когда установа дукации. Амаль на каждый темный час будут включать лихтары. А тем, кто не мая уласных коньков, пропануют прокат зимового инвентару. Нагадаем, все лето запрацует и самый великий каток в области, на территории Могилевского спорткомплекса «Торпеда». Засталося дочекаться, коли у наш регион пройдет зимовое надворье со снегом и устойливым минусом. Наши новины доступны на сайте tvrmogilio.by. Далучайтесь до нашей группы в всех социальных сетках, а так само в Инстаграм, Телеграм и Твиттер. А я на этом с вами развитываюсь. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!